Здесь надо очень четко это понимать, что это мульти-сик, потому что есть биржи, которые маскируются по децентрализованной и говорят, мы децентрализованная биржа, а на самом деле нет. У них обычно низкая скорость, частично централизованное управление, потому что есть или off-chain ордера, или on-chain settlement ордеров по сделкам. Низкая достаточная ликвидность, невозможность манипуляции торгами, анонимность и зависит от протокола, как они с лопу эти сделают. Соответственно, централизованные биржи имеют значительные преимущества. Если мы посмотрим на CoinMarketCap, мы увидим огромные обороты. 4 миллиарда, 2 миллиарда, 100 миллионов, 900 миллионов, в общем много всего. Можно одну секунду, слайд назад сделайте. Как вы думаете, почему BitMax имеет такие гигантские обороты? Ну ладно, скажу вам просто, чтобы вы понимали. Вот эти вот биржи, особенно BitMax, дают очень крутую дивидендную политику. Дивиденды, допустим, на размещение ваших средств могут составлять, например, по некоторым счетам, 100-100 с копейками, в зависимости от оборота доллара в день. Леня, конечно, говорит, что это полный SKAM, но будь осторожным. Видимо, так и крутят. Серьезные недостатки централизованных бирж, то, что на самом деле недавно был Research Bitwise, кто не видел, советовали посмотреть. Они подавали в SEC отчет, пытались получить разрешение на ITF на биткоин, и, соответственно, выяснилось, что 95% торгов не просто фейкало. Если биржа надувает свой оборот, к ней приходит, естественно, больше пользователей. Но она от этого прибыльнее не становится. И нужно очень четко понимать, что если биржа неприбыльная или генерирует небольшую прибыль, то сейчас она себя проедает. А это значит, что в какой-то момент, когда вы захватите вывести деньги, вы этого сделать не сможете, потому что деньги уже подрочены были на всякие другие нужды. Вы можете посмотреть на стакан торгов и увидеть, что оборот 488 миллионов по одной из той бирж, которые были на предыдущем слайде, они фейковые. Как только вы посмотрите на вот этот спред, 5276, 5263, вы увидите, что при таком обороте, 488 миллионов в день, такого спреда быть просто не может. То есть на таком спреде, если посмотрите на бинансы, на хобби, спред в 1 копейку, 2 копейки, 4 копейки, в зависимости от текущей волатильности. Вот этот спред показывает, что эти биржи просто фейковые. Дальше. И делается это очень легко. По кнопке на централизованной бирже в конце дня нажимается на кнопку и отменяется комиссия. Только отменяется комиссия, маркетмейкер может без затрат, без экономического стопора делать любое количество транзакций. Может провести 200, 300, 500, 900 миллионов. Только биржа от этого ничего не получит, потому что все крутится на централизованных серверах. Чем отличаются централизованные биржи? Они не ликвидны изначально. То есть, когда вы будете там менять один коин на другой, у вас будет достаточно высокий спред. У них обычно не очень удобный интерфейс. Они не могут накручивать торги, соответственно, они не могут показать пользователям безумные обороты и очень там, скажем так, какую-то высокую активность. И многие из них централизованно управляются. А что значит централизованная биржа? Запомните просто вопрос, и я потом выясню. По таймингу потом за кофе. Да, просто еще другие люди. Значит, проект Ванкор был один из первых, который пытался решить проблему ликвидности в децентрализованных биржах. Они сделали формулу Continuous Liquidity. Такую продолжительную ликвидность. И при этом забрали на эту историю 160 миллионов долларов. Для того, чтобы реализовать этот протокол. Ну, можете посмотреть в их white paper. Знаю, что не так легко читается. Но попробую объяснить, как он работает. Работает он так, что внутри смарт-контракта зашивается формула, где есть баланс резерва, где есть, скажем так, Outstanding Supply. Это весь объем выпущенных токенов. И коннектор резерв. То есть, грубо говоря, этот смарт-контракт обеспечивается определенным количеством другого. Один актив обеспечивает обмен на другой актив за счет резерва. За счет того резерва, который находится в смарт-контракте. Как только вы туда кидаете коин, цена поднимается. Как только вы забираете туда коин с резерва, цена опускается. И дальше уже арбитражеры, которые взаимодействуют между разными биржами, устаканивают курс. Вот еще один тест на внимательность. Сиг сдай. 5 долларов. Лень, ну, блин, пока это выглядит как сканка. Может, я выигрываю, не знаю. Я думаю, что надо просто всем потом зайти в свои кошельки. Может быть, он не сразу их... Ну, это же блокчейн. Тут же должно быть все моментально. Или как же? Или блокчейн в очереди. Блокчейн в очереди. Блин, ну... В общем, астокографируйте. О, пятюня. Ребят, серьезно. Видите, я просто ближе всех стоял. Как бы 3 метра. Вот только что. Люди тут видели. Надо было сделать меньше QR-код. Тогда мы только вдвоем посмотрели. Вот. Значит, но 17 августа проект Юнисвап получил от Ethereum Foundation Grand на 100 тысяч долларов. Вспомним, да? 160 миллионов долларов собрал Банкор на эту историю. И 100 тысяч долларов получил Юнисвап на одном из хакатонов, по-моему. Значит, основатель Hyden Adams, он вообще не программировал на Solidity. Он просто хотел научиться и сделать этот протокол. Вот у них. Собственно, что ты что? То есть он там сидел, пипел, думал, дай-ка, сделай. Просто мимо хакатона проходил мимо и... 100 тысяч накидали. Отлично. Значит, но при этом 13 февраля уже этого года Юнисвап обогнал по объему торгов Банкор. Мы говорим, маленькая биржа, никто не знает, но они, как децентрализованная биржа, уже обогнали Банкор, который уже полтора или два года работает. Соответственно, общий объем торгов 368 тысяч эфиров. Это, по-моему, около 62 миллионов долларов. А почему они их обогнали? Дальше объясню. Дальше. Соответственно, протокол Юнисвап основан на модели автоматического Constant Product Market Making. Что такое Constant Product Market Making? Это модель, когда любой пользователь может стать поставщиком ликвидности внутрь Декса. Вы можете предоставить туда ликвидность и зарабатывать как маркетмейкер. Я знаю, что тут наверняка есть кто-то из маркетмейкеров, у которых есть боты, которые торгуют на централизованных биржах, стаканы, пытаясь не попасть на слипач, пытаясь не попасть в другую цену. В данном случае любой пользователь по трем кликам может предоставить Юнисвап ликвидность. Как только он предоставляет туда ликвидность, сужается спред, и пользователи, которые обмениваются между собой, они сужают стоимость транзакции для себя. Чем более плотный становится стакан, чем больше ликвидности внутри пары, чем больше ликвидности внутри пары, тем лучше пользователям. И при этом, когда пользователи делают обмен, они отдают комиссии все маркетмейкерам. То есть каждый человек, который лочит внутри и смарт-контракты, и Юнисвап, деньги, он получает как маркетмейкер со всех транзакций вознаграждение. Происходит это таким образом, что есть два смарт-контракта, в котором есть обмен. Есть токен ABC, есть токен эфира, резерва. Есть пользователь. Соответственно, происходит обмен. Как только какой-то пользователь делает обмен одного коина на эфир и обратно, уменьшается объем резерва внутри смарт-контракта и изменяется цена. Соответственно, пользователь эфир переходит на другой адрес и происходит обмен обратной транзакцией. Какой-то другой пользователь в этот момент продает эфир, получает XYZ токен. И происходит такой вот ребаланс между смарт-контрактами, которые хранят в себе пары этих обменов. Дальше. По сути, это модель автоматического маркетмейкерства. Децентрализованные биржи страдают от того, что не ликвидны. И Юнисвап придумал первый формулу, в которой по двум кликам через свой кошелек любой пользователь может залочить сюда деньги. Как только он лочит, он является поставщиком ликвидности и он зарабатывает 0,3%, как будто он сам является биржей. Более того... Лёня, один момент. Ребята, просто внимательно, очень сильно. Это как раз про деньги. Вот то, что он сейчас говорит, это прям про деньги. Соответственно, 0,3% из любых торгов попадает в общий пул ликвидности и, по сути, он увеличивает стоимость всех маркетмейкеров. Любой токен можно создать в рынок. Это для тех проектов, которые не могут нигде залиститься. На Юнисвап можно легко залистить свой коин, любой, неважно. То есть там нет сенсоржей, там нет ограничений, кто может, кто не может залиститься. И можно создать себе автоматическую ликвидность, позвав маркетмейкера и сказать, давайте вы заложите внутри моей пары ликвидность и обеспечите мне обмен. Все. И вы сделали автоматически ликвидность для своего токена. Обмен происходит прямо из кошелька, из того, что мы говорили раньше, в Trust Wallet. Вопрос задавайте потом. И дальше ожидается следующее. Ожидается, во-первых, Custom Pulse. Что такое Custom Pulse? Вы сможете обменивать любой произвольный токен на любой произвольный токен. И более того, создавать внутри собственную модель маркетмейкерства. Вы можете создать внутри комиссии 0.4, 0.1, 0.2 и играть с рынком на своих условиях. Вы сможете предложить маркетмейкерам ту цену, которая им заинтересует. Не 0.3% комиссии, не тот сейчас арбитраж, который есть, а создавать собственный кастомизированный пул. Это будет уже, скорее всего, во втором-третьем релизе. Здесь будет One Token Pulse. То есть сейчас для того, чтобы стать маркетмейкером, вам надо залочить и эфир, и этот коин. В данном случае, в этой модели, будет One Token Pulse. Когда вы сможете залочить один токен, испытывать волатильность на один токен, и получать всю доходность от маркетмейкерства на этом контракте, который есть. В чем преимущество? Во-первых, есть сглаживание глубины книги заказов. Соответственно, здесь не нужно думать, чтобы на 2000 долларов или на 3000 долларов происходил какой-то слипать, что это проскальзывание ордера, когда вы получаете не ту цену, которая есть. Здесь происходит снижение спреда. Чем больше маркетмейкеров наполняет стакан, тем уже спред, и тем больше зарабатывают маркетмейкеры, и тем меньше платят комиссию пользователей. Простейший UI. Если вы посмотрите, зайдете на Uniswap.io, вы увидите, что там просто элементарно. Простейший UI. Даже ничего не надо изучать. Нет сложных лугаритмов для поставщика ликвидности. То есть нет каких-то ботов, которые торгуют, переторговывают, что-то делают. Возможность автоматизации выкупа токена. Представьте себе, что ваш токен лежит внутри смарт-контракта, и для него создан рынок. Вы сможете сделать автоматическое сжигание. Такие модели уже есть. То есть вам нужно монетизировать, каким-то образом снизить эмиссию своего токена, но вы не знаете, как это сделать. Заложите в Uniswap, создайте ликвидность и сделайте автоматическое сжигание после выкупа. Ваш сервис, ваш даб, который будет работать автоматически, будет сам заходить в Uniswap, покупать токены, сжигать, создавая автоматически поддержку цены. И ваш токен начнет взлетать ту зиму. Понятно? Ты прям как бизнес-молодость начал говорить. Но есть недостатки. Во-первых, нет внешнего оракула. Сам Uniswap не знает, какова цена. Она формируется автоматически, исходя из работы арбитражеров, которые обмениваются с контрактом, ликвидностью, и самих маркетмейкеров. Основной доход получают именно арбитражеры. То есть те маркетмейкеры, которые лочат внутри смарт-контракта ликвидность, и которые зарабатывают на этой ликвидности, они получают не максимальную прибыль. Максимальную прибыль получают те, кто видит, мониторит Uniswap, и закидывает туда деньги в тот момент, когда происходит просадка курса, и курс отличается от рынка. То есть сглаживают разницу в ценах. Поставщики ликвидности получают только 0,3, и на крупных заказах, редких монетах, возможен вот этот проскальзик. Я понимаю, что сейчас уже формула бесполезна, но может сфотографировать, потом поизучать внимательно. Соответственно, это формула доходности, которую получает маркетмейкер на контракте Uniswap. А если дальше к цифрам, то приблизительно вот такая табличка. Вот эти кривые – это кривые доходности маркетмейкера в зависимости от объема торгов. В самом начале, когда Uniswap только открывался, у вас было при нулевой, скажем так, волатильности, где-то приблизительно 25% дохода. То есть 25 годовых вы получаете доход на ваши деньги, если вы лочите Uniswap. Сейчас, на текущий момент, из-за того, что много стало от торгов, по некоторым парам, так эфир дай, например, уже доходит до 40%. 40%-то ничего не делали. Годовых. Да. 40% годовых на ваши деньги. То есть вы каждый месяц будете получать где-то 4%. Ребят, представьте, да, вот если мы еще понимаем, то, что, например, эфир будет расти, или вдруг он вырастет при такой позиции, то у вас идет капитализация на… Если вы лочите эфир дай, и вы получаете на вашу пару эфир дай 40 годовых дополнительно. То есть если эфир делает 2 или 3 х, то на это еще умножается 40% годовых. Поэтому вот подумайте. Вот сейчас как раз это вот такая тема, которая помогает даже при падающем рынке, либо при флейте, иметь определенный стабильный какой-то результат. Вот приблизительно как выглядит сравнение стратегии, если вы просто держите эфир. Вот если у вас просто в кошельке эфир, или вы купили наполовину этого эфира дай, закоджировали стеблкой, и, соответственно, запихнули его в контракт и несла. При 100% соответственно доходность выше, ну, на 40 годовых, как мы уже поняли, да, если волатильности нет. При 50% росте эфира, если на 50%, сейчас будет апсад, вы получите приблизительно такую же доходность, ну, 160, может быть, 155. Ну, приблизительно такую же доходность, как и просто держать эфир. Но зато, если эфир упадет наполовину, то вы получите 50% ваших денег просто, то есть если эфир сейчас упадет со 170 до 80, то просто вы получите 50%, а с учетом доходности и неслапа, вы получите, ну, 80%. То есть потеря, просадка меньше, приблизительно на 30%. Дальше. И теперь представьте себе, как можно эти вещи комбинировать. Если у вас есть MakerDAO, в котором вы можете заложить эфир и получить оттуда DAI, как кредит. Если вы можете на этот DAI купить эфир еще дополнительно и заложить его смарт-контракции в Uniswap. То есть если посчитать, и внимательно это посчитать, то доходность просто, ну, скажем так, зашкаливает. И это при том, что сейчас Uniswap пока еще не так активно развит. То есть у него оборот приблизительно миллион долларов в день. Если этот сервис начнет расти и начнет масштабироваться, и будут кастом-пулы, за счет того, что будет большая транзакционность, все комиссии, которые получат, которые будут накапливаться, и все получают маркет-мейкеры внутри контракта. И еще раз мой посыл, что DeFi создает просто безграничные возможности комбинирования инвестиционных стратегий. Если у вас есть какие-то идеи, если у вас что-то появилось в голове после этого, и если вы хотите дальше изучать, как технологии можно комбинировать между собой, то я думаю, что мы продолжим делать эти мероприятия, попробуем рассказывать про самые лучшие стратегии именно на уровне децентрализованных сервисов, где у вас нет стадиального хранения, где никто потом не будет спрашивать, где мои битки. Я думаю, что с точки зрения инвестиционных возможностей DeFi сейчас предоставляет просто, скажем так, просто море всего. И этим грех не воспользоваться. При том, что мы находимся на самом деле на очень ранней стаде. Все. Спасибо большое, Лене. Почти. Окей. Давай пока тогда следующего спикера прости, чтобы вставили презентацию.